Рисоводство имеет важнейшее значение для экономики нашей республики. В 60-е и 80-е годы в Дагестане было порядка 46 тысяч гектаров инженерных рисовых систем. Были они в основном в зоне обслуживания Дельтового, Тарумовского, Дзержинского, Юзбаш-Сулакского и Тарминского филиалов ФГБУ Мин-Мирио-Ватхоз Республики Дагестан. В советские годы уделялось большое внимание развитию этой отрасли. Наилучший результат по сбору белого зерна был в 1987 году, когда с площадью 26,2 тысячи гектаров было собрано 89,1 тысячи тонн риса, средняя урожайность 34,7 гектара. Тогда эта отрасль была обеспечена новой пахотной посевной техникой. Имелось 550 рисовборочных комбайнов. Нагрузка на один комбайн составлялась в 47 гектаров, тогда как в последние годы она доходит до 100 гектаров. В текущем году предстоит убрать рис с площадью 13,2 тысячи гектаров, что больше уровня 2013 года на 40%. Это серьезный прогресс и достигнут он в рамках реализации президентского проекта, в котором рисоводство определило одним из ключевых приоритетов агрополитики. В Хазарютовском районе рис занимает площадь 445 гектаров. В основном возделывается в МУП имени Нурова 98 гектаров, МУП Аджиева, за арендаторами 78 гектаров, за населением закреплено до 269 гектаров. В эти дни здесь приступили к его уборке. Наш корреспондент побывал в МУП имени Аджиева и в сопровождении руководителя данного хозяйства Арсенгирея Алиева посетил участок арендатора Азамата Алиева. Самого арендатора по объективной причине мы не застали на поле, и Арсенгирея Алиев ознакомился с общей картиной по уборке риса. У нас в селе сегодня 220 гектаров риса выращивают наши арендаторы, урожай очень хороший. В настоящее время мы первые дни приступили к уборке риса, это хозяйство КФХ Кастек Алиева Азамата. Урожай на вид неплохой, мы думаем не менее 35 сентября с гитарой урожая получит, и во всех остальных фермерных хозяйствах тоже такой же урожай в этом году. Но правда есть небольшие трудности насчет уборочной техники, комбайны привлеченные, нет, нет, немного и задерживаемся. Если погода даст, Аллах если даст, мы наверное успеем, уберем урожай хороший у нас в этом году. Сорт у нас Регуль. В поливе, да, большую помощь нам оказывали, есть у нас хорошие арендаторы, есть поливщики. Этот один из самых таких, Хамурзаев, Камель Хамурзаевич. У нас были, правда, вначале большие трудности с поливом, не было воды, с опозданием затапливали, поэтому приходится нам чуть попозже приступать к уборке риса. Сегодня за штурвалом комбайна очень опытный механизатор, более 40 лет он трудится в нашем хозяйстве, Алиев Аль-Абдулкадырович. Помогает ему Алиев Армен. Если нормальная погода будет, мы в течение 20 дней уложимся, наверное, сам уложимся, убрать урожай, успеем, если будет нормальная погода, если погода позволит, я думаю, да. Рис-культура выгодная и востребованная, и у нас есть все возможности восстановить в России свою вторую позицию после Краснодарского края по его сбору. И главой Дагестана Республики Дагестан Рамазаном Гаджимурадовичем Аблатиповым поставлена задача выйти в ближайшие годы на 20 тысяч гектаров. И эта задача, по мнению заместителя председателя правительства Республики Дагестан Шарипа Шарипова, курирующего сельского хозяйства, вполне выполнима. В республике очень большой потенциал, только рисовых инженерных сетей около 45 тысяч гектаров, которые в силу различных причин не обрабатываются. Добавим, главная задача сегодня сельхозтоваропроизводителей, используя каждый погожий день, убрать вырешенный урожай к сроку до наступления холодов.